Музыканты все, как правило, слышат. Не очень качественно. Человека подтягивали, ноты вытягивали. Во Дворце культуры Юбилейной много интересных творческих профессий, с которыми мы редко сталкиваемся в обычной жизни. Хочешь узнать о них больше, но стесняешься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя, а они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь 9 глупых вопросов творческому работнику. Здравствуйте, меня зовут Алексей Резинов, работаю во Дворце звукорежиссером. Ну, в интернете, как правило, в МП3 фонограммы все, это не очень качественно. Ну, вот даже у нас в зале это было все слышно. То есть, если написали фонограмму в студии, то она будет качественно слышно. Но музыканты все, как правило, слышат. Можно. Будет не очень, опять же, качественно, просто это будет слышно, что человека подтягивали, ноты вытягивали. Ну, например, представим, что у каждого дома есть какой-то музыкальный центр или бобобоксы. Они, как правило, от 30-ти ватт до 50-ти. У нас в зале 20 тысяч ватт. При тестировании у нас все двери тут открывались. Человековый акустический удар получит. Довольно-таки часто я вообще не смотрю в зал во время концертов. Потому что в них главное слышать. И как-то так. Больше 80. Механическая неисправность получит, либо мембрана может лопнуть. У радиомикрофонов схема полетит. По телевизору, да. Но здесь в зале нет. Студия звукозаписи. Ну, это уже, наверное, как-то. С 94-го года занимаюсь в студии. Поэтому просто люблю. Тут есть два варианта, наверное. Один, ну, это опыт. Второй, вот, например, все знают группу Писнеры. У них звукорежиссер, он закончил консерваторию. Вот как-то так. И в основном большие вот звезды ездят. У них есть техники и звукорежиссеры. Звукорежиссеры обычно с хорошим образованием. Непонимание артистов и звукорежиссеров. Работать в студии. Если касаемо этого зала, то, наверное, это надежность, качество и мощность.